В рамках программы индустриализации в следующем году Жилаевский комбинат хлебопродуктов запускает новый цех по выпуску мелкофасованной муки. Благодаря внедрению новых технологий предприятие удвоит производственную мощность. О планах одного из ведущих мукомольных заводов расскажет Альбина Кумаргалиева. Жилаевский комбинат хлебопродуктов имеет почти вековую историю. Продукция местного предприятия реализуется не только в регионах страны, но и далеко за пределами Казахстана. Здесь ежемесячно перерабатывается до 6 тысяч тонн зерна, из которого получает 3,5 тысячи тонн муки разных сортов. В рамках программы индустриализации с 2007 года было открыто три макаронные фабрики. Имеется своя сертифицированная лаборатория. В январе следующего года планируется открытие нового цеха по производству мелкофасованной муки. Сейчас здесь ведутся пусконаладочные работы, то есть полным ходом подготовка к запуску нового оборудования. Сейчас рынок требует, мы работаем на потребителе, рынок требует мелкофасованной продукции. У нас развита мелкофасованная продукция реализации килограммовой муки, двухкилограммовой, пяти-десяти килограммовых. Крупные фасовки мы вырабатываем, реализовываем производство муки 25 и пятидесяти килограммового. Это уже для производства пекарен. Сейчас на предприятии работы обеспечены порядка 600 человек. Например, на макаронной фабрике задействовано более 50 работников. Цех оснащен автоматической линией непрерывного действия по производству короткорезанных макаронных изделий производительностью 2000 килограмм в час. За всем процессом следит начальник смены Муслим Мустахимов. На этой предприятии я работаю уже порядка шести лет. Это наш макаронный цех. Сравнительно открылся недавно, в 2018 году. Начал работать с обычного работника. Сейчас работаю начальником смены. Начальник смены отвечает. Организация работы, проверка, качество, контроль. На фабрике все процессы автоматизированы, фиксируются через компьютер. Здесь выпускают 11 видов макарон. У каждого вида свой температурный режим. У нас есть на каждой продукции свой рецепт. Ставим свой рецепт и следим за ней, за технологическим процессом. Ставим температурный режим, влажность и следим за ней. Отбираем продукцию, ставим на влажность и так работаем. Где надо подправить, подправляем. Смотрим на вид продукции, на влажность продукции, на фасовку, на маркировку, на штрих-код, вес. Все проверяем. Запуск нового цеха по выпуску мелкофасованной муки даст возможность увеличить ассортимент выпускаемой продукции и создать новые рабочие места. Альбина Кумургалиева, Айбек Санингалиев, Айдос Кисимов, телеканал АКЖИК.